всем здравствуйте с вами лилия дроздова и сегодня мы рассмотрим как же выполнен вот этот вот рубашечный воротничок это воротничок на цель накроенной стойки вот такой вот он имеет вот такую форму стойка застегивается на пуговицу особенность цель накроенной стойки заключается в том что она не плотно прилегает к шее если бы у нас стойка была отрезная то вот здесь было бы более лучшее прилегание к шее поэтому обращайте внимание когда выбираете форму воротничка сегодняшнее видео будет посвящено построению выкройки подготовки воротника втачиванию его в горловину желаю вам приятного просмотра соединяем изделие пополам совмещая плечевой шов отмечаем центр спины и центр переда осноравливаем если требуется и замеряем получившуюся длину горловины меня получается 23 с половиной и если прибавить вот этот полузанос полтора длина воротничка 25 на горловину вместе с полузаносом у меня получилось 25 сантиметров чертим горизонтальную линию 25 сантиметров и проводим вертикальную линию откладываем вверх два сантиметра далее нужно отложить высоту стойки я буду делать три сантиметра можно сделать от двух до трех и далее откладываем высоту воротника я буду делать 5 сантиметров можно сделать от 4 до 7 выбираете самостоятельно далее с этой стороны у нас полузанос полтора сантиметра но я всегда откладываю два сантиметра потому что не люблю когда воротничок прям вот находит один на другой поэтому я откладываю два сантиметра теперь отрезок 25 сантиметров делим напополам и вторую часть тоже делим напополам от середины отрезка поднимаемся вверх на 0 7 сантиметров здесь у нас будет . соединения и в точке 25 поднимаемся на 1 сантиметр на 1 сантиметр и теперь нам нужно вывести следующую линию низа сначала под прямым углом начинаем под прямым углом спускаемся к точке 0 7 теперь к основанию и плавно поднимаемся к точке 1 причем я вот у точки 1 отмечаю 3 сантиметра до основания да вот так вот делаю ровно потому что это будет место присоединения к планке а дальше вот это вот уже соединяю плавные линии сейчас выведу линию низа воротничка вот теперь вот от этой точки 2 через линию прямую нужно провести перпендикуляр и на нем отложить 3 сантиметра это высота стойки и далее отложить высоту воротничка спереди я хочу воротничок 6 сантиметров то есть уголки у меня будут побольше через точку 3 делаем уступ воротничка и вот здесь вот на 0 3 миллиметра он должен выходить за границы изначальной длины и горловины ну чтобы было вот красивая вот эта вот форма вот так вот и теперь определяете уголок воротничка какой вам нужен я вот возьму например три сантиметра отступлю от точки 6 и еще раз проведу 6 то есть я вот туда отложила 3 сантиметра и вверх у меня 6 сантиметров и далее точку 6 соединяю с точкой 5 можно оставить по прямой линии а можно соответственно сделать воротничок немножко фигурным то есть я вот здесь посередине воротника поднимусь на 5 миллиметров и теперь буду соединять линии здесь у меня прямой угол через точку 5 миллиметров и вот так вот немножечко выгибаю сам уголок воротника форму воротничка может быть разная закругленная более острая удлиненная то есть вот здесь вы можете придумывать любую форму воротника обводим уголок и обводим стойку далее берем сантиметровую ленту и измеряем длину воротника по низу у меня получается 26 сантиметров а нужно 25 поэтому вот здесь от линии середины воротника я откладываю один сантиметр украивать буду воротник вот по этой линии это будет либо сгиб либо шоу в зависимости от наличия материала наш воротничок готов выкраиваем с припуском один сантиметр я вырезала воротничок и вот здесь сделала немножко побольше на всякий случай чтобы например посмотреть вот так вот он выглядит и решила этот уголок все-таки оставить пусть будет уголочек побольше выкраиваем два воротничка у меня к сожалению ткани мало поэтому меня один воротничок получился полоски в эту сторону другой в эту ну неважно полосочками мы будем играть выкраиваем дублерин я продублировала оба воротничка и нижний и верхний но разным дублерином верхний воротничок более жестким это конечно не воротничковый дублерин но такой более жесткий а нижний воротничок вот таким вот тоненьким совсем тоненьким чисто чтобы припуск как бы лучше застрочить поэтому продублировала оба теперь соединяю лицо с лицом беру лекала прикладываю и обвожу для того чтобы мне знать четко где какие припуски потому что после проклейки могло немножечко разъехаться поэтому обвожу лекала оснаравливаю ширину припуска потому что где-то получились больше где-то меньше и далее сравниваю по припуску верхней стороны то есть я скалываю по линии верха примерно вот здесь совмещая припуске с обоих сторон и скалываю вот здесь по линии уголка тоже совмещаю чтобы у меня детали сходились и теперь нужно сделать следующее по верхнему воротничку по нижнему припуску я проложила строчку можно ее сделать ручную я сделала на машинке широким стежком потому что после обработки паром у меня карандаш исчезнет и припуск будет не виден а припуск мне нужно заутюжить на эту сторону поэтому здесь я его просто подогнула и сделала строчки следующим образом то есть от начала стойки до соединения с уголком воротника и далее продолжим строчку вот от этой части всю верхнюю часть и вот эти уголочки я оставила не зашитыми вот они у меня для того чтобы сделать небольшой перекат вот это нижний воротничок и я вот так вот подтягиваю его чтобы верхний воротничок был чуть больше чем нижний и когда мы его вывернем он уголочки вот эти не оттопыривались то есть смотрите у нас уже придается форму воротнику он не будет стоять юбочкой а будет прилегать к горловинке и так закалываем и прокладываем строчку уже вот по новому совмещению хотела обратить внимание вот на этот уголок когда угол идет острый если застрочить вот так углом то его потом очень сложно вывернуть поэтому я делаю строчу строчу останавливаюсь делаю один или два стежка поперек и продолжаю строчку вниз здесь вот вот так вот видно видите не до самого уголка и тогда очень хорошо все вот это вывернется срезаю припуск на 0 3 где-то миллиметра уголки высекаем здесь надсечки делаю вот так я срезала уголки на цикла здесь угол и весь припуск срезов вот эту часть закруглением нужно сделать вот такими высечь треугольничками иначе она не вывернется теперь выворачиваю поправляем уголок то есть вот он получается вот такой вроде как и острый и в то же время здесь не совсем острый все выворачиваю после того как я вывернула воротничок вот эту часть прямую я припуск за строчу на сторону нижнего воротничка то есть вот здесь вот насколько подлезет машинка и соответственно закончу тоже насколько влезет машинка сделаю от строчку на 01 вот изгиба и выметываем чуть-чуть с перекатом верхний воротничок после от утюжки получается вот такой вот воротничок это верхний воротник и у нижнего воротника виден припуск и чтобы воротничок хорошо лег его тоже нужно сделать с небольшим напуском вот это нижний воротничок я перевернула и теперь я вот так вот сгибаю по центру спинки вот так вот скалываю и получается вот такой вот напуск как бы посередине воротничка то есть когда я его пришью он у меня уже будет хорошо вот так ложится ведь он уже даже ложится по форме примерно по такой поэтому нам нужно вот здесь все вот это вот так сколоть слегка то есть именно на задней части воротника которая к спинке притачивается и сделать небольшой напуск верхнего воротничка вот я сколола весь воротничок вот с таким вот напуском и заново прорисовываю линию припуска вот я и прорисовываю заново и по этой линии будут стачивать с основным изделием здесь по линии горловины теперь воротник по нарисованному припуску соединяем центр воротника с центром спины скалываем соединяем все срезы и вот здесь вот на планке передней вот здесь у нас была линия 3 сантиметра ровная и мы прикладываем ее вот здесь вот к сгибу прямо вот этот припуск и сравниваем по всей ширине планки отгибая вот эту часть воротника то есть когда мы будем прокладывать строчку нужно отогнуть верхний воротничок и начать строчку прямо от места соединения двух воротничков соединяем воротник по горловине я сколола булавками лучше конечно сметать но я плотненько сколола поэтому сметывать не буду еще раз хочу показать вот этот угол то есть вот я развернула на воротнике уголок вот этот припуск заутюжим а вот этот припуск отогнула вот на эту сторону и планку присоединила прямо вот к этому сгибу вот таким образом вот и сейчас по намеченному вот этому припуску я буду прокладывать строчку после того как мы пристрочили воротник к изделию самое важное все правильно высечь вот в этом уголочке то есть у нас получается вот эта стоечка она имеет припуск вот по порядку начнем припуск который мы подгибали этот припуск я срезаю прямо до строчки вот так то есть вот он прямо до строчки теперь у нас есть припуск борта и вот этот вот припуск 2 2 части стойки я тоже его срезаю вот так вот на уголок вот здесь можно так еще чуть-чуть подрезать то есть получается мой борт срезали под уголок стойку срезали под уголок вот так вот здесь все получается 8 и теперь она все туда убирается вот эти вот края чеки огибаем и накладываем сгибом прямо на строчку я вот здесь оставила нитки потому что сам вот этот уголочек я потом ручными стежками подкорректирую если он как бы не до строчится и вот так приметываем предварительно сделав надсечки по всей горловине я приметала воротничок таким образом чтобы здесь строчка попала вот туда прямо вот в луночку да то есть не на край нижнего воротника а вот туда строчку практически а здесь на 01 от края обязательно приметывайте не ленитесь для того чтобы потом были ровные швы и прокладываю строчку то есть вот здесь получается я на строчу сверху а тут у меня строчку уйдет вот туда в луночку и вот этот вот уголок как раз и нужно будет слегка подкорректировать ручными стежками получился вот такой воротник вот строчка вот этот уголок и соответственно вот здесь строчка прям вот заходит в луночку если это видео было вам полезно не забудьте поставить лайк и подписаться на мой канал потому что в следующем видео мы будем обрабатывать рукава